Так, раз, два, три, четыре, пять. Всем привет, еще раз с вами Семи Визратул и мы смотрим внутриклановый турнир. Мы смотрим внутриклановый турнир последний в этом году по Легасе Круповая стадия, завершающий матч, все остальные отыграли. Вот, ребята, еще под самый конец дня, сейчас доигрывают свои группы Д, Нигма против Мэнкска, то есть Нигма против фауткаста. Гроза, выход из группы, и расклад тут сейчас такой, что нужно, вот, если Мэнкск выигрывает, он выходит с первого места, вот, если Нигма выигрывает, то, если Нигма выигрывает со счетом 2-0, он выходит со второго места, если Нигма выигрывает со счетом 2-1, то он, то там, как бы, все становится запутанно, начинается переигрывать, скорее всего, там надо посчитать что-то вроде по слитым сетам. В общем, там, в общем, там нужно будет смотреть, кто выходит. Вот, если Мэнкск выигрывает с любым счетом, то он, собственно, выходит с первого места. Вот, то есть у него одна победа, а у Нигмы, а тут, у Мэнкска одна победа 2-0, или 2-1, 2-1, вот, а у Нигмы одно поражение, за счетом 2-1. Ну, есть и есть еще дальше, у которого одна победа 2-1, 1-1, поражение 2-1. То есть, если сейчас здесь будет 2-1 в пользу Нигмы, то получится, что у всех троих у них по одной победе, по одной поражение, с одинаковым счетом 2-1. Так что, вот так, вот, натригует он матч. Уже известны результаты всех остальной группы. Из группы А выходят с первого места Канскер, со второго из Ратус. Сейчас скажу, второго престиж, из группы А с первого места уходит Тимми, со второго краш, и из группы А вот сейчас, пока непонятно, есть, по-другому. Собственно, пара плей-офф выгодят примерно следующим образом. Вот, сейчас скажу секундочку, вот этот расклад подкидывал. А, Венера Канцлер против Тимми и Кирилл против Топ-1 группы Др. То есть, в лазерах, то Азератул против Престижа и Краш против топ-2 группы D. То есть либо против Дайши, либо против Энигмы. Венерал, соответственно, Кирилл будет играть либо против Мэнска, либо против Дайши. Пошли Адепты первые. Есть 3 хаты как-то, что-то мне показалось, что Ауткаст сделал как-то немножко импортачный build-on. Рано слишком поставил пул с газом, но сейчас не урочать неплохо строится. Тут же Адепты бегут вовсю. Адепты-то. Воу-воу-воу. Там бился что-ли? Не, ну был же здесь Адеп где-то. А, там было забегание бингов. Вон и что. А, он просто чисто через бингов с Мурмом сыграл. Вон Гог. Вон Гог? Да. Вон Гог. Вон Гог. в чисто так до разведки стоит может быть спилинга надбиться. Залетает Аверло, здесь открытие через Stargate, то есть теперь практически дефолтно, я так понимаю, открытие мум протасов через Stargate, потому что, чтобы не страдать от ралагеров, вначале, то есть там грелка и микро контроль, всё дело отбивается, плюс можно налететь там фениксами, налететь ракууми, прибежали, увидели, что есть третья локация, достаточно неплохая, ой, 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 зажались всё, ну всё, ну это зря конечно, не по кому фотору простудов, подумал, что тот спустился вниз, решил скачать на халяву он не получил, сталкер там, таких же стоял, а ну проходит здесь сталкер, почему показал, что застревает толстый линь, нет, всё нормально, и здесь Шпайр сразу с твёр баз основных, есть в свою очередь переход в Блинк, а нет, сумеречный совет, и Роматикс поход будет, Робо с этими самыми, Робо наверно с шарами будет, а совет ляйт, как второй играет, ну тут опять попытка забегания линговая, опять неудачная, куча всего поддавалась, вот Димас на середу, а по лиме 58 на 60, у Робо практически одинаково, ну и четвёртая локация должна быть в зерге, то уж, наверное, вот эта проксихата должна была быть на локациях, по идее, но здесь Боб столько лингов не поддавал, вот я щас сказать не знаю, он сейчас так с разбега муд выходит, сколько у него там муд алисков влезет, 9 штук, а это кстати, это кстати очень неплохо, а тут 5 фениксов, вот и нужно будет нигме сейчас контролить, если он этих фениксов не поддавит, то как бы тос это ему то ничего здесь не сделал, подстраиваются фениксы, а я видел он шпайр? а он не видел шпайр кстати, вот ну что там два проза первых просто? что два проза? я не знаю, не смотрю потом в записи посмотрю да, вот как раз муд алы вылетают, начинают биться с муд и минус 1 феникс ну здесь конечно фениксов много, 5 штук, на 10 муд алисков вообще без шансов ну то смысла ой ой ой, дарит энигма фениксов просто, он второго подавил достаиваться макрохата, 4 локации нет, но я уже потихонечку начинаю заканчиваться вот нету тут просто куча гейтов ну я не знаю, по моему просто сейчас просто выйдет толпой с апгрейдами второе во второй апгрейд будет он ждать третьего, не будет вот скорее будет, чем не будет в принципе, кто протас может просто сейчас выходить вот даже тем, что есть, там с каким-то минимальным даларпом и убивать зерга в лобешниками, ничего толком нет то есть там куча лингов пана отдавалась муталисков мало но энигма что-то сидит, боится нет у него потонок хотя ресурсов полно, можно просто по две фотоночки поставить рабочих и защититься, участок там пошел да, зелотами на одну локацию, зелотами на вторую локацию и дальше будет у человека через камушек у него везде ставится и свитч гидру то есть как бы не решается играть муталов ну я не знаю в принципе если бы то есть мэс какой-то вот такой вот хоц волл стайл играет по энигму не знаю если бы он вот атаковал тогда когда я говорил то был бы джи-джи чистой воды то есть 200 гитров просто феникса, боится масс муталисков ну разводку удалось в каком-то смысле свитч не служит в землю изверг то есть вот этого чистого уязвимостя в начале и середине кому-то компенсируется главный недостаток точнее кому-то вот такая вот уязвимость ну ты сейчас уже свитч не в землю но блин мне кажется что да нет а то 100 фениксов на массе то есть у него 12 вот этих ненужных особо фениксов может там рачи гидро поднимать вот но как-то в лобешник армия у энигма слабовато мне кажется да вот сейчас просто вот эти рачи с гидроем а лавыц хотя тут ну 2 ма форсфилды равагеров нету сейчас подлетят фениксов поднимут пол войска у зерга вот что-то как-то очень что-то как-то очень слабенько да-да просто просто минус все гидро по радости тут еще дарки провожают и вот идет выход лимиты кстати абсолютно равные но тут лимиту зерга мне не нравится чем у него просто рачи с гидроем никакой такой поддержки нету дарки гадарков сейчас пострадает здесь вот у него нет аверсера и он похоже даже не заказывает заметил кстати что наши тосы практически не используют вот этих какого бля деструктора новый этот юнит лотовский тоса типа вивера который очень неплохо жахает вот такие вот группки особенно при слабом контроле со стороны соперника ну и соответственно сам требует контроля феникс игрелки третьей стороне добавляется что это у нас перспектива батонов походу три стороне это интересно опять налом мало земли у энигма грейды 1.1 и грейды 3.1 хорошее имущество да то есть просто феникс игрелки феникс поднимает гидралу грелки выжигают все остальное там что-то внизу земля помогает ну вроде как такой тут нужно что-то нужно что-то добавлять либо нужно добавлять равадеров либо нужно добавлять люрки даже бессера здесь были бы гораздо предпочтительно потому что он мог зелоту зря сейчас мы где сломится было просто пытаться разводить самому хамиться в этот момент потому что до сих пор он на 4 локациях сидит то есть очень поздно была четвертая нычка и вот этот тост просто сидит тост просто не спеша отбивался отбивался занял свои 4 локации скопил лимит пришел убил и в принципе судя по этой первой игре кажется что 2 0 исполни реально сказывается видимо инактив мало от показ уже играл в лот хотя смотри алмазная лягarde неплохо для инактивив Где-то вдох и на акциях и на акциях Субтитры сделал DimaTorzok 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 А, нет, не глухая, если он сказал, что глухая. Значит показал столько. В принципе, пока идет такая пассивная раскачка. Ставится один эволюшн. Три газа. Ну, я так понимаю, опять будет какая-нибудь в очередь гидра. Может мута хотя бы, если так, три газа. Может и мута. Почему нет, вот ручку я пошлю, увидел адептов война. Изерки достаточно поздние адепты сейчас бегут. Наверное, есть все-таки какой-то резон, вот так вот адептами залетать. Для Хараса и Нестезилот. По спорте просто ставит ауткаст. Перестраховывается лишний раз, увидев призму. Где, кстати, призма? Вон она. И четвертая локация теперь выходит зерк. На сей раз раньше, правильно, абсолютно. Что-то. Вот. Айнингмана решил. Дождаться свои трети локации, еще у грейдов каких-то. Есть, кстати, грейды, нету грейдов. Тайм трассу. Вот. Вот. Зерга. Только-только плевок пошел. Война ломца ученым. Вот, вот, кстати, на лагерах были очень неплохие. Ты более что. А, это у Нигма запас по грозу. Вот. Вот. Кастом. Все равно здесь можно было наломиться, там попробовать ему забомбить. Там издалека постреляют. То есть форсфилды Паравиджи вообще не работают. Иммортал тоже как-то не особо. Нету бонуса. Ой, и под споркой прямо разложился. Буквально на последних раполях там он двух плюх от королевы. Там одной плюхи от спорта не хватает. Улетает призма. Где-то оверлордов побрели. Как интересно. Внимаю, аверсир, видимо, залетел. Вот. И просто с кучей. Просто самуай, 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 со сталтерапия. И мы, кстати, ну вот очень неплохо танкует. Вообще теперь все практически, ну, как бы, определенное время. То есть вот этот щит, который при первом, при первом, при первом, при получении первого дамага сразу включается. На автокасте ее. Поглощает два, двести дамага, двух, двести за две секунды. Ну, вот. Так очень неплохо это работает. То есть получается, что они могут танковать и гидру, и танковать ее. В общем, все они могут танковать, и не только. Какие-то особо. Большое. Большое. Грустное. Пришла так как раз. Здесь куча сталкеров. Здесь куча... Несколько имморталов центрики. То есть... Аут зерк, а такой микс без реваджеров. И... Плохо это на самом деле. Умер по газу. По газу. Зерк. Богатый получился. Вот. Вот. Который можно было выложить. Вот. Красноараканов. Это половина из него замор. То есть можно было бы и побомбить. Вот. Заставить Тоса. Отходить. И можно было бы... Вот. И меньше дамага получать. Имов. Потому что бронером там. Их уронов. Десят. То есть не целых тридцати урона меньше. За одну плюху. Ну. То есть эти минус двадцать. Пять хп бы окупились. Достаточно быстро. Выходится рабочий. Нет. Это ГГ. Просто трех локаций. Пролома. Это не массового оппонента. И от 2-0. Ах. Да. Ну. Как-то Зова по не очень. Каин говорил Мэнгска. То есть если он обыкал. Дай что. Как-то было оно. Видимо за вызов у него поставление. Ну либо и. Можем был там как-то на рандуме. Этому прокате. Которому говорил. На сегодняшнем стриме. Первая игра за тассы. За месяц. Ну на. Ну че. ГГВП. Получается. Давайте познавать. Сейчас забьем результаты. Посмотрим. Кто у нас выходит. Из этой группы. Энигма. Энигма. Сменсом. Получается. 2-0. Сограли. 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 Да. Получается. Что дальше выходит. С первого места. Вот. Энигма. Выходит. Со. Второго места. Угу. Да. Приграл дальше. 2-1. Выиграл Менска. 2-0. Менска. Выиграл. Прииграл Энигме. 2-0. Прииграл. И выиграл дальше. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-0. Ну да, то есть получается что Enigma выходит со второго места и давайте закроем групповую стадию и посмотрим сетку плей-офф. Получается канцлер против престижа, Канцлер против Тимми, Кирилл против Дайша. Вот так оно получается. Пара плей-офф получается такие, Канцлер против Тимми, Кирилл против Дайша, Престиф против Энигма, Мейзер Атул против Краша. Вот так вот. Всё, ГГС.